Всем огромный привет! Привет, добро пожаловать на мой канал. У нас в Санкт-Петербурге потихонечку начинаются белые ночи, если можно, конечно, так выразиться. Я немножко поснимала. Вообще я это к чему? Потому что меня иногда просят снимать, заснять белые ночи, но на самом деле это невозможно. Вся красота, скажем так, вся романтика белых ночей через камеру, к сожалению, не передается, поэтому это нужно увидеть. Также меня как-то спрашивали, когда лучше приезжать, на мой взгляд, в Санкт-Петербург, чтобы увидеть город во всей красе. Вот мне кажется, именно в конце мая, потому что летом все-таки душно или проливные дожди в самом городе, а вот в середину мая там уже как раз и фонтаны открывают, и цветы высаживают, и белые ночи, и мосты разводят. И как раз во всей красе можно увидеть Санкт-Петербург. Также я хочу поблагодарить всех девочек, которые меня поздравляли с днём рождения. Я благодарила, старалась, по крайней мере, каждого благодарить лично, но и так на видео мне тоже хотелось бы сказать вам огромное спасибо за ваши поздравления. Мне действительно очень-очень-очень приятно. Мне 30 апреля исполнилось 36 лет. Да, вот так вот. Но я свой возраст никогда не скрываю, и мне кажется, зачем? Вот, так что огромное-огромное вам, девочки, спасибо. 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 И еще хочу всех поздравить. Я, наверное, это видео как раз-таки выпущу в Пасху. Хочу всех поздравить с этим светлым праздником, пожелать вам счастья и благодати каждому в каждый дом, чтобы всё у нас было хорошо. Мы не особо отмечаем, на самом деле, всегда Пасху. Обычно это у нас такой праздничный завтрак, я бы так назвала. Но так как у нас получилось, что у моего младшего сыночка день рождения 23 апреля, потом 30 апреля у меня день рождения, и еще 2 мая Пасха, и, конечно, уже не до Пасхи, честно признаюсь. Пасхи, честно признаюсь. Продолжение следует... Также, девочки, в этом видео я хочу вам показать свой заказ с сайта LaModa. Он ко мне тут на днях приходил. Вообще, наверное, в ближайшее время у меня будет часто мискать LaModa. Я еще раз повторюсь, я с ними не сотрудничаю. У меня нет специального специализированного промо-кода. У меня есть скидка по программе как-то лояльности или что-то такое. Она у меня составляет 17%. Плюс я использую промо-коды, которые даны уже на сайте. Если зайдете на главную страницу, там обычно есть какие-то промо-коды, типа Мир Май, там, я не знаю, Весна 21 или что-то в этом духе. И пользуюсь исключительно этими промо-кодами и заказываю одежду для себя и для своих мужчин, в особенности для своих мужчин. И я показываю видео то, что заказываю и себе, и своим мальчикам. Потому что кому-то, возможно, это пригодится. И многие мне тоже писали, что там по моему видео, там, заказали мужу кроссовки, например, очень понравились и так далее. Поэтому я с вами и делюсь своими заказами. И ссылки, как всегда, будут внизу в инфобоксе. Приехала ко мне LaModa. Давайте я начну с моих мальчишек. Заказала старшему я, это уже в отделе для взрослых мужчин, вот такую вот жилетку марки FinFlair. Почему для взрослых? Потому что он же набрал себе вот эти кофты Oversize. И, в общем, у него детские вот здесь вот в рукавах жмут. А это свободно болтается, вот как он хотел, чтобы, знаете, не в обтяг было, а на кофту Oversize. Еще и жилетку Oversize. В общем, он у меня такой клевый парень. Но жилетка очень прикольная, кстати. Она тепленькая, но при этом такая воздушная, тонкая. Классно. В прохладную погоду летом. Но и сейчас ходить вообще самое то. А это я заказала младшему своему. У него же оранжевые кроссовки. Вот. И, соответственно, ему нужна была оранжевая куртка. Ну, не куртка, а жилетка в данном случае. В общем, тоже она такая тоненькая. Ну, вроде тепленькая. Не знаю, оденем, потом посмотрим, как она будет у нас на нас сидеть. Вот. Так что это мальчишкам заказала. А этой девочке я взяла мужу своему. Ну, как бы лето. Вот он сейчас ходит у меня, когда тепло. Футболки пола. Первая. Это вот такая бордовая. С такой отстрочкой вот такого вот такой марки. Не знаю. Ну, очень понравилось. Качество прикольное. И цвет такой. Вот эта вот отделка. Я очень люблю, когда на рубашках, на футболках пола. Вот такая вот идет отделка. Мне кажется, прикольно выглядит. И две обычные. Это темно-синяя. И вот такая, как сине-зеленая такая. Не знаю, как цвет правильно. Это две марки Finflare. Тоже идут размер в размер. Хорошо сели. Качество мне тоже, ну, пока что нравится. Вот. Посмотрим, как после стирки они будут выглядеть. В общем, три вот такие футболочки взял. И еще носки. Но носков много у мужчин не бывает. Я ему взяла вот такие. Тезенис. Здесь пять штук. Но качество вот от Тезенис, они, конечно, очень хорошие. Вот. Так что такие они тоненькие. В прошлый раз он у меня найки брал. Но они очень теплые. Хотя прикольные носки. А в этот раз вот взяла ему тоненькие вот такие Тезенис. А это, девочки, я взяла себе. Когда мой муж это увидел, он говорит, Наташа, ты решила скупить все желтого цвета на ламоде? Я говорю, ну, не знаю. Ну, очень мне понравилось. Это такая ветровка. Она укороченная. Я взяла размер... Это марка BeFree. И я взяла размер S. Можно было взять размер XS. Но я специально взяла S, чтобы она была... Она очень мне свободна. Во-первых, здесь можно подтянуть. Здесь вот такие резиночки. Кармашки идут. Это тоненькая ветровка. Она вот... Моросящий дождик пойдет. Но вот если проливной дождь будет, то нет. Она промокнет. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот. Поэтому здесь вот резиночка марка BeFree. Прикольно сидит. Очень цвет такой приятный. Такой нежно-желтый такой цвет. Я специально взяла вот гулять со своими девочками. Ну, и с мальчиками тоже. На прогулке. Я живу недалеко от Финского залива. И когда мы ходим на Финский залив, там всегда очень ветрено. И вот как раз на какую-то кофту, свитер, да даже просто на футболку одеть вот такую ветровку отлично очень. Тем более цена ее была очень-очень даже хорошая. Вот. Так что вот такую вот взяла. Сейчас я вам ее померю с джинсами. Итак, девочки, вот эта куртка. Мне кажется, прикольно. Смотрите, у нее какой глубокий капюшон. И он еще и затягивается вот здесь вот. То есть если ветрено, можно одеть даже капюшон и затянуть все. Вот до сюда застегивается. То есть и шея закрыта. Очень, на самом деле, классная куртка. Единственное, что, как я уже сказала, если будет сильный дождь, она все-таки промокнет. Вот так вот она вот до сюда. То есть закрывает. Ну, спинку немножко прокрывает. Но это летняя такая как бы ветровка. Очень прикольно. Видите, как она у меня сидит. Вот это было так затянуто, когда я получила. То есть можно поиграться, можно распустить, чтобы было свободненько. Вот. Здесь вот просто сделана вот такая штука. Карманы достаточно глубокие. Видите, какие прикольные. Здесь на манжетиках. Очень тонкая, приятная к телу. Мне она безумно нравится. С джинсами, смотрите. Ну, у меня сейчас такие темные джинсы. Вот одела. Ну, мне кажется, очень классно. Мне безумно нравится. И она такая свободная. То есть можно и толстовку под ней садить. Какой-то свитер даже теплый. Еще, девочки, хочу вам показать. Сейчас получила на почте свой заказ с Алиэкспресс. Заказала для своей младшей собачки. У меня у старшей есть шлейка. И вот такой же поводок, рулетка. Я заказывала тоже с Алиэкспресс. Мы носим уже год. И ничего не произошло. То есть ни сама шлейка даже не поистрепалась. Вот эту шлейку у нее наподобие такой же. Только красная. Более такая широкая. И у нее розовая вот такая рулетка. Только для больших собак. Соответственно, там и карабин больше. И сама вот эта вот штучка больше. Тоже очень классно. Нравится. Год гуляем. И все отлично. В общем, заказала такое же только для маленькой своей собачки. Но, девочки, вот это я не удержалась. Честно вам признаюсь. Вот эта красота. Но что-то я не удержалась. Для больших собак не было. Ну, нету вот таких вот такой красоты. Я бы и боночки бы такую красоту купила. Но не было. Тогда были... Когда я заказывала, вот такую шлейку была красная. Была какая-то черная, зеленая. Но, в общем, у нее красная. Вот такая и розовая вот этот вот... Как это? Поводок, да? Вот этот вот рулетка. Также заказала вот такую расческу ей. Я большую собаку вычесываю другой расческой. У меня такая большая. Она металлическая. Тоже котов тоже вычесываю другой. А это... В общем, не знаю. Заказала вот такое вот. Буду тоже периодически причесывать ее. И заказала одежду для младшей собачки. Но... Не знаю. Она у меня мерзляк, не мерзляк. Но, в общем, посмотрим. Говорят, что шпицы, несмотря на то, что имеет шерсть, все равно их нужно одевать. Особенно зимой. Заказала вот такую штуку. Но она ей вот только сейчас подойдет. Пока она щенок. Когда она подрастет, будет мала. Вот. Но я вначале расстроилась, что я что-то такую маленькую выбрала. Это я выбрала такую маленькую. Но потом думаю, а что расстраиваться? Я ее распарю и свяжу ей потом сама вот такую же кофточку. Если будет нужно. Ну и вот это тоже не удержалось, мама. Тут вот такие кармашки. Старшую я вообще никак не одеваю собаку. Потому что ей постоянно жарко. И она не любит, когда на ней что-то. Она все время это пытается снять. Даже на прогулке. Такие прям кармашки настоящие, девочки. Капюшон. Капюшон. Еще не одевала ей. Она у меня сейчас спит. Вот. На лапки. В общем. В общем, девочки, вы понимаете, да? Милота. Девочек своих одеваю. Младше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»